Продолжение следует... Он очень светится на людях. Спаситель позволил себе почести от общества, которое его окружало. Это удивительно. Он ничего никогда не делал для того, чтобы быть популярным. Он наоборот говорил, иди и никому не говори про то, что сотворил с тобой Господь. Он был всегда максимально скромен и этому учил других. Придите, научитесь. От меня говорил он. Но в этот день, удивительно, по замыслу Божию, по воле Божьей, случилось, что он позволил побыть немножко царем. На самом деле, он и был царь, и был им всегда. Вся жизнь Иисуса Христа была доказательством того, что он был царем. Посмотрите, он родился, во-первых, как царь. Ему поклонились мудрецы и принесли ему дары. Его боялись цари как конкурента. По этой причине Ирод истребил всех младенцев его возраста. Потому что он узрел в нем конкурента, который вполне достоин того, чтобы сесть на тронь. Он был царем при рождении. Его боялись как конкурента цари. Он рос как царь. Он пришел подросткам в храм и удивил священников своими вопросами, глубиной мысли, его полетом мысли, его философией. То, что он предложил, они пришли, ну, в замешательство, мягко говоря, насколько глубоко он знал Бога, священные писания. Он показал им, что он царь. Наконец, он проповедовал как царь. Он проповедовал о своем царстве и приглашал каждого слушающего стать наследниками этого царства. И умер он тоже как царь. Табличка над его головой свидетельствовала об этом. Но во всем этом он оставался максимально скромным, не подающим никаких претензий на звание царя. И лишь только один момент в жизни, именно тот праздник, который мы с вами отмечаем, показывает о том или показывает то, что он есть царь царей. Я хочу прочитать место. Сократим немножко отрывок этот, поскольку времени уже совсем мало осталось. Мы все это слышали. Сестра говорила, и братья пели стихотворения. Во всем этом празднике мое внимание обратило на себя пришествие или обращение Еленов. Второе. 12 глава Иоанна мы читаем с 20 стиха. Иоанна 12 глава с 20 стиха. Из пришедших на поклонение праздник были некоторые Елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсайды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире семь сохранит ее в жизнь вечную». И текст, на который мы особое внимание обратим, 26 стих. «Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Елены – это язычники, это греки, которые приняли иудейство. Они пришли на праздник поклонения совершенно осознанно, понимая, что Бог, которому они пришли поклоняться, это их Бог, несмотря на то, что они не принадлежали к избранному народу. Но когда они пришли, их внимание привлек человек, который создал такой ажиотаж вокруг этого города. Все стремились, все без исключения стремились приблизиться как-то к нему, увидеть его. И они не стали исключением, ведь они пришли в святой город. Кстати говоря, евреи никогда не говорят «мы идем в Иерусалим». Вы знаете, как говорят евреи? «Поднимемся в Иерусалим». Мало того, что он находится на 800 метров выше уровня моря, он все-таки еще и духовную составляющую в себе несет, когда люди говорят, это не только какой-то физический, механический подъем, это духовное переживание, когда мы не просто идем вверх по тропе, а мы духовно восходим в Иерусалим. Поэтому мы сегодня и поем песни, как Изабель спела, «Я хочу увидеть город в вышине, он выше». Это наше стремление. И еле не пришли в этот город, но этот человек, вокруг которого была такая суета, суета привлек их внимание, и они пожелали его увидеть. Интересно, что Христос, как и часто это бывало, Он не отвечает прямо на вопрос, который Ему ставят. Он заочно отвечает этим людям и говорит вещь, которая напрямую не относится к желанию Его увидеть. Он излагает великую истину, которую и сегодня, спустя две тысячи лет, мы с вами воспринимаем как актуальную истину. Она для нас с вами, для всех здесь находящихся без исключения, имеет чрезвычайно важную идею и мысль. Заключается она в том, что встреча с Иисусом Христом – это нечто гораздо большее, чем просто увидеться. Пусть даже ты хорошо относишься к Нему, но встреча с Ним – это гораздо большее, чем просто встреча. Почему Спаситель ответил столь необычно? Мы видим здесь в прочитанном тексте, я надеюсь, 26 стих высвечен, да, Он излагает три следствия встречи с Ним. Всегда и во всем встреча с Иисусом имеет свои последствия, и об этих последствиях мы вкратце побеседуем. Господь указывает на три следствия встречи с Ним, которые свидетельствуют о том, что это не просто встреча. И первое, Он говорит, кто мне служит, мне допоследует. По сути, Господь указал этим еленам на то, что мотивы их желания встретиться с Ним не совсем верны, а может быть, совсем неверны. В чем эта неверность? Он хочет до них достучаться, чтобы они ответили на вопрос, кого они хотели бы увидеть. Кто? Тот, с кем они желают встретиться. Чудотворца, который накануне воскресил Лазаря. Царя, которому постилают одежды. Господина, которому кричат Асана. Освободителю, которому завидуют фарисеи. Или, может быть, для них он просто знаменитость, которому в сегодняшнем варианте, с которым можно сделать селфи и выставить в Инстаграм. «Смотрите, я и Иисус». Чего вы ищете от этой встречи? Встреча с Иисусом – это не какое-то забавное приключение. Привилегия видеть Его не ограничивается просто возможностью пожать руку. Посмотреть, встретиться с Ним для Него слишком мало. Он претендует на тебя полностью. Поэтому встреча с Ним меняет твою жизнь и делит ее на до этой встречи и после. Почему? Потому что эта встреча полностью тебя переформатирует. Она переворачивает твою жизнь, твою судьбу. Она разворачивает тебя и ведет совершенно в другую сторону, о чем ты вчера еще не подозревал. У тебя были одни планы после встречи с Иисусом – они меняются. У тебя были одни приоритеты – они стали другими. У тебя были одни ценности – теперь ты живешь другими ценностями. Как апостол Павел сказал, после встречи с Иисусом, когда он спросил «Кто ты, Господи?», он говорит «Я Иисус, которого ты гонишь». О, что случилось с Павлом? Он впоследствии говорит «Что было для меня преимуществом, я почел читою». Эта встреча полностью развернула его, изменила его жизнь. Итак, любая встреча с Иисусом, она делит жизнь человека на до и после, как это было с Закхеем, который еще вчера никогда не задумывался о том, что он обижает людей. Это было для него нормальным. Он не делал себе проблем с этого. И вдруг, когда он встречается с Иисусом, без всякого назидания и осуждения, что-то происходит в его голове настолько большое, что он заявляет «Есть ли кого чем обидел? Я вас дам вчетверо». Нафанаил в этой цепочке был следующим. Когда привел его Андрей ко Христу, он говорит «На, может ли там чего-то доброго быть?» И вдруг, после короткого диалога со Спасителем, он четко признает и обозначает его никем иным, как царем. Он говорит «Ты царь Израилю». Почему это получилось? Потому что, опять же, Иисус ответил на вопрос, который ему не задавал Нафанаил. Он говорит «Потому что я тебя видел под смоковницей». Послушайте, мы здесь сидим все, и у нас есть отрывки во времени, в нашей судьбе, в нашей жизни, когда мы имели какие-то переживания и при этом были уверены, что нас никто не видит. Мы были одни, и мы делали что-то. Что там он делал под смоковницей? Я надеюсь, мы его спросим в вечности. Мы этого не знаем. Но, так или иначе, он был совершенно уверен в том, что он один. Его никто не видит. И вдруг, он встречает человека, который говорит ему «Я тебя там видел, и более того, я знаю, чего ты там делал». Взрыв происходит в его голове. Он говорит «Ты никто иной, как царь Израилев». Но есть и другие результаты встречи. Встреча всегда меняет человека. Дай Бог, чтобы в лучшую сторону. Есть и другие встречи, как у юноши, который так же само имел шанс. Все шансы. Казалось, он был за один шаг до спасения. Но он отошел от Иисуса с печалью, мы читаем, потому что у него было большое имение. Юноша должен был расстаться со Христом, потому что не пожелал расстаться со своим богатством. Как это трагично и печально. И такие результаты встречи тоже есть. Но так или иначе, Господь говорит «Кто мне служит?» Это не просто встреча. Она переходит в нечто большее, в другое. Он говорит «За мной должен следовать этот человек». Иначе зачем эта встреча? Я в ней не нуждаюсь. И этот путь открыть сегодня каждому из нас. Он по-прежнему предоставлен для тех, кто жаждет. Кто устал от жизни. Кто ищет смысл жизни. Кто ищет фундамент для своей жизни. Но это не все. Второй критерий или второе следствие встречи с Иисусом. Он говорит «Посмотрите, где я там и слуга мой будет». Таким образом, это не просто встреча короткая. Пожал руку, сфотографировался и до свидания. Хоть и хорошее, но все-таки это в памяти все останется. Оно не переходит в перманентное состояние, когда человек неразрывно связан со Спасителем. Спаситель этого тоже не хочет. Он говорит «Если ты хочешь со мной встретиться, ты должен быть там, где я». Мой слуга, говорит, он пребывает там, где я. И большей гармонии, большего единства нельзя тебе представить, как он говорит «Вы ветви, а я лоза». Скажите, можно ли что-то большее представить, когда ветви питаются от лозы, когда они неразрывны? И Господь говорит «Хочешь быть моим слугой? Ты должен стать ветвью на моей лозе». Свидетелями великих чудес Божьих становятся непраздные зеваки, которые пришли на праздник, пусть будут в церковь, и просто хотят увидеть Иисуса. Просто хотят Его послушать. Свидетелями чудес Господних. Воскресение Лазаря, исцеление больных, дарование зрения слепым. Свидетелями становятся не те, кто просто пришел увидеть, а те, кто находится на этой лозе, кто неразрывно пребывает там, где Его учитель. Конечно, мы можем спросить, а где же Он пребывает? Это там, где в Нем есть нужда. И наоборот, там, где Христа нет, там нет и Его слуги. Еще будучи молодым человеком, я услышал проповедь по радио, помню, тогда мы немножко радио хулиганили, слушали западные голоса. И там был пример такой, как один человек шел по городу, здесь на западе где-то, и увидел заведение, такое сомнительного качества заведение. А он верующий, он говорит, ну как, я же туда пойду, это грех. Я там согрешу обязательно. И вот двери, они так приближены, они тянут его туда. И он говорит, Христос Иисус, побудь здесь недолго, я сейчас приду. И зашел в эти двери. И он рассказывает потом, когда я вышел, я понял, что Христа нет. Он ушел. Он меня не дождался. Я стал жить жутчайшей жизнью. Я ходил в церковь. Я иногда пел даже, иногда вслух молился, но я понимал, что Христа нет. Он там ушел. Я его упустил. Христос не будет там, где грех. И мой слуга тоже там не будет. Он будет там, где его учитель. И, наконец, последнее, кто мне служит, того почтит, отец мой. Я хочу спросить, вам достаточно этой перспективы? награда достаточно для того, чтобы ради нее, как поется, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. За какое-то призрачное будущее. О небесном царстве мы можем слышать, мы можем фантазировать, мы можем рассуждать, но никто его никогда не видел и не знает, что там будет. И вправе задать вопрос какой-нибудь скептик, агностик, он спросит, слушайте, а вы на самом деле уверены, что вот то царство, которое вам обещают, оно достойно того, чтобы здесь жить и быть там, где твой учитель, следовать за ним, куда бы он ни пошел, вплоть до того, что зерно должно умереть, чтобы принести плод. Оно вам нужно? Насколько это? Насколько это актуально? Дело в том, что в том и заключается наша вера. Есть вопрос веры. Есть вещи, которые мы можем увидеть только глазами веры. Царство небесное нам никто не покажет, как сквозь тусклое стекло. Что-то есть, но конкретно мы не можем понять. И вот у нас дилемма иногда. Мы думаем, а стоит ли оно того? Может быть, здесь чуть-чуть пожить и там ухватить немножко. Мой друг Борис Зудерман, богослов, теолог и прекрасный человек, он умирал в возрасте 61 года. И вот я увидел пример веры, когда человек настолько был уверен, что там, что там вообще происходит. Мы посетили его за два с половиной месяца до его смерти. У него обнаружили рак. 60 лет, цветущий человек. Нисколько, никаких симптомов вообще. А у него легкие полностью съедены, разрушены. И вот мы его посещаем, он в трубках весь, тут кислородный баллон. Он кое-как дышит после химии. И он сказал фразу, которая вообще перевернула мое представление о Царстве Небесном. Она была непонятна мне. Он, знаете, что сказал? Судя по тому, как я знаю Господа, моя смерть будет чрезвычайно и ужасно тяжелой. И я подумал, слушайте, Господь, он Господу был верен от самой юности. Как же так? Господь допускает такое, что его верный слуга в конце жизни мучится, и более того, он уверен в том, что его смерть будет ужасной. Так и случилось. Родные вынуждены были сдать его в хоспис, потому что они не могли смотреть на его мучения. Он попросту несколько дней задыхался. У него не было легких, и вот этот кислород, который ему подавали, он уже больше не помогал. Представляете, мучение от того, что ты сутками задыхаешься и в конце концов задыхаешься насмерть. Я думаю, почему так? Бог взращивал в нем веру, чтобы он не сомневался, что там лучше, чем здесь. И он нисколько в этом не сомневался. Но это лишь часть истории. Вторая часть случилась через две недели, как мы его похоронили. Я сижу на работе, проверяю свои имейлы, и вдруг выскакивает имейл Борис Зудерман. Имейл от Бориса Зудермана. Я сижу в таком состоянии, жена заходит, говорит, что случилось? Я говорю, от Зудермана имейл получил. Ну, она тоже изменилась в лице, но до этого мы не получали с того света писем. Знаете, что он пишет? «Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в живых. Вернее, я буду самым живым и живых. Я буду там, на небе, к чему я стремился всю свою жизнь. И я буду там дышать», пишет он. «Я буду там дышать. Что мне здесь не хватало? Я там». «Я попросил своего сына», он пишет. «Я написал это письмо задолго до моей смерти. Я попросил своего сына через две недели отправить это письмо всем моим друзьям. «Но будьте уверены, что теперь мне хорошо». Я подумал, какая вера. Насколько человек был уверен в Царстве Небесном, о котором говорил Христос. И Он говорит, «Кто мне последует, кто мне служит, того там почтит Отец Мой». Каждому из нас решать, достаточно ли эта награда для нас с вами. И сегодняшний день может стать тем Иерусалимом в этой церкви, в городе Спокени, когда ты пришел. И, может быть, ты никогда еще не встречался с Иисусом Христом. Может быть, эта встреча мимолетная была не столь значительной, она не перевернула твое сознание, твою жизнь. Может быть, сегодня настал тот момент, когда тебе откроется истина, что встречаться с Иисусом невозможно просто так. Эта встреча должна иметь свои последствия. Ты должен следовать за Ним, ты должен быть, где Он. И тогда тебя почтит Отец Небесный, нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.